Всем привет! Мы компания Ваплкарс и лично мы купили данную Мазерати Леванта. Сейчас забрали Мазерати с таможни и везем его не на кузовню, малярку, а делать подушки безопасности. Объясняет для чего? Сейчас мы его отвозим, нам снимает торпеду, консоль. Ребята будут заниматься ее перешивом и восстановлением, а в этот момент мы автомобиль опять грузим на эвакуатор и везем его на стабильные малярные кузовные работы. И у нас будет задача сделать Мазерати за один месяц. Вот как вы думаете, это реально вообще воспроизвести или нет? Потому что у меня задача сегодня 10 октября к 10 ноябрю выехать уже своим ходом на полностью готовом автомобиле. Вот такой вот некий внутренний челлендж будет. И сейчас вы будете наблюдать за тем, как что на каких этапах будет происходить. Итак, фронтальный удар на аукционе было куплено за очень дешево. Цена, скажем вам, в самом конце. На данный автомобиль уже купили ноускат. Ноускат обошелся в 4,5 тысячи долларов полностью на круг, со все, с фарами. Эта цена просто подарок. Автомобиль на данный момент у нас на условном ходу. Ручник не снимается, но колеса потенциально должны крутиться. По безопасности стрельнула руль, колени и торпеда. Остальные шторки целые, ремни даже не заклинившие. Ну и итоговую стоимость, вообще всю эту манипуляцию с данным автомобилем вы будете наблюдать здесь в видео на ютюбе. В контейнере сорвалась торпа, скорее всего. Замяли тут не заднюю арку. Будем пробовать без покрасочного удаления вмятин доставать. Задний катафот пошел по бороде, мне его замяли. Багажник не закрывается. Плюс задний бампер закоцали. По передней части мне крыло закоцали. Да, вот такое тоже случается. Колеса пришли наглухо лысые. Точно перебули там, потому что шкорт лезет. Покоцали все диски. Диски пойдут полностью под реставрацию перекрас. Комплект резины на нее сейчас надо будет купить. Я уже зашел, посмотрел, зима хорошая, за одно колесо стоит 1800 белорусских рублей. На круг мне это обойдется примерно 2100 долларов. Я ее ждал порядка, наверное, полугода. Два месяца мы ее вывозили в Клайпиды. Все-таки именно ее получилось вывезти через Клайпиду легально, без каких-либо там всяких серых и серых схем. Заводская тренировка, двойной стеклопакет, камеры 360. Тут это все в зеркалах есть. Ну, в общем, меня сейчас немножко переполняет эмоции, даже слов нету описать это все. Я сейчас немножко успокоюсь. И чуть дальше мы уже спокойненько расскажем вам, что с ней будет делаться. Снимем, как ее дефектуют. Покажу вам запчасти, какие на нее пришли и так далее. Снимем, как ее дефектуют. Ну, вот и все. Сняли, наконец-таки. Раз попробуем прикурить ее. Так, это плюс, это минус. О, машина жила. Тачки дохлые, поэтому тут нафиг ничего не работает. Подкинули на нее бустер, попробовали завести, вообще мощности ничего нету, не крутит. Подразумеваю, что 95% пиропатрон сработан, поэтому не дает ей завестись. Приборка вообще сама признаки жизни нам подает. Пробег 55 тысяч миль, все горит, светится, моргает. Но с ручника, к сожалению, не хочет машины сниматься. Неизвестно почему. Возможно, из-за очень сильно мертвого аккумулятора она дальше выкабеливается. Поэтому будем пробовать сейчас, возможно, либо этот аккумулятор зарядить, либо купим сразу новый, поставим как положено. Дальше будем пробовать ее реанимировать, чтобы как-то передвигать ее на его патрии было гораздо проще. Ну и так же поездового катать. Ребята не научаются, конечно, с ней. Дилер Феррари Калифорния. Машина, кстати, была куплена Феррари Калифорнии. Так что, типа, дорого-богато. Я лажу сам, не знаю, чего тут лажу. Просто очень много всего интересного. И хочется посмотреть, что тут у нее еще есть. И чего у нее тут нету. Должен быть насос. Насоса уже нету. Насос, кстати, сперли. Насосы у них очень дорогие. Ваксов 200 стоит, чтобы накачивать колесики. И до нас он не доехал. Опачки. Снимаешь? Та-да-да-да! Американские номера калифорнийские. Это каждый, наверное, владелец, который пригоняет себе тачку со штатов, хочет их к себе. Поэтому теперь у них вот американские номера. Повешу их у нас в офисе. Смотри, как ребята покушаются на номера уже. Там один металлический, а другой нет. Это я себе повешу на офис, а потом будет знать, что он в Мазерате. Нет, нет, нет. Книжки эти. В общем, чувствую, что надо с машины все забрать отсюда, потому что мне ничего не доедет. В общем, повторюсь, машина пришла со штата с закрытым бардачком. Ключа, чтобы вставить и провернуть, там нету личинки этой. Соответственно, сейчас очень сильно интересно открыть этот бардачок и посмотреть, чем она к нам пришла. Вдруг там пачка долларов сейчас будет лежать. Но и сам факт, что тут интересно, есть уже отметины, его кто-то пытался вскрыть и залезть в него и посмотреть, что там все-таки лежит. Поэтому есть шансы, что вы все-таки не открыли, и там до сих пор что-то ценное лежит. Ну и сейчас будем пробовать для него все-таки докопаться. Разбирали уже? Нет, увидишь, прикрыли. Угу. Уже лазили. Есть еще один интересный момент по этому бардачку. Ну? Как его закрыли? Как его закрыли? Как его закрыли, так что он не открывается. Угу. Если у него нет ключа. Может, там какой-нибудь тросик упал просто либо еще что-то? Ну, может, сломали его. Это тоже, наверное, будет. Ну, в седане был тросик, чтобы открывать. Я думаю, вряд ли они там все недалеко ушли куда-то. Момент истины. Пробуем заводить. Плюс. Минус. Упс. Опс-опс. Щелкивает. Завелась? Заглохла. Ну, это понятно. А попробуй ручник снять с нее сейчас. О, все. Убирается, да? Да. О, снялся. Все. Точнее, ну... Хочешь от меня ее забрать? От тебя, чтобы у тебя было все готово, сколько тебе, где ей надо, чтобы вкинуть, и все. Мы договаривались, что мы ее на автохаб отдаем. Вот смотри, я сейчас ее... Скидываем все. Отдаем на автохаб. Тебя образом там есть 10 дней, чтобы этим заняться. Потом, ну, видишь... Я могу привести к Руслану, это все поставить. Такой, супер. Руслан, когда тебе сутки, чтобы ты открашиваешь, и тебе никто ничего не мешает, ты ставишь торпеду. Хорошо. Все, давай прибежимся по деньгам, сколько чего я должен буду. Тут... Руль. Руль. У вас есть, либо будете этот колпозить? Это нет, это будет изготавливаться. Он будет ремонтироваться, потому что он кожаный, раз. Просто тянем кожу, делаем подворотики, делаем, чтобы все было красиво. Все ваше время. Нам очень повезло, что он черный. Но значок... А есть у меня значок? Нету. Надо значок. Хочу значок. А вы реально вклеете, да, найти значок какой-то? Если поменяешь, значит, даешь значок, ну, крайне сложно его будет найти. Можешь найти такую же крышку, но с хорошим значком. Они, если стреляют... Либо найти эйрбак такой черный. Либо найти эйрбак. Хорошо. Тебе на все, ну, сколько, два дня дай нам. Ну, поищи. Окей, хорошо. По торпеде все понятно? По деньгам сколько? По деньгам... По краска кроя. Прочитываю, наверное, сотка. Угу. За... Ну, от краски имена. И за перетяжку, ну, наверное... Ну, наверное, где-то 350 точно. 350. И монтаж, демонтаж. Демонтаж, монтаж. А что у нас, потолок есть? Нету. Ремень, утяжка, руль, торпеда. Блок. Делаем, не делаем? Да, делаем, все делаем. Ну, давай со срочностью, со всеми вытекающими, ну, наверное, 200 условных возьмем. 200 условных? Окей. Да, потому что мы заратим и заратим. Убираем всю сумбурность. И теперь структурно. Итак, поехали. По машине. Торпеда, перешив. Там она у нас в некоторых местах вздулась. Так как автомобиль калифорнийский, то есть такие неприятные инциденты. Это ребята все сделают. По дальнейшей безопасности руль стоит порядка 180 долларов с учетом, если мы наш будем спасать. Но я посмотрю на досках объявлений, может быть найду оригинальный, целенький и поставим просто и не будем его дальше колхозить. Дальше стрельнут еще один ремень безопасности. Он также сделается. И, собственно говоря, все. Все остальное будет в целости и сохранности нашей оригинальной. По кузову мы поедем дальше на следующий стол в малярку. Пробежимся, расскажем, что мы тут будем делать, что не будем делать и во сколько нам это обойдется. Визуально из того, что видим, ничего криминального и страшного нету. Из плюсов у нас не сперли радар, дистроник, это держание перед полосой. Из нюансов, что такое есть на сегодняшний момент, это лобаж. Лобаж у нас от торпеды выстрелил, выстрелил, треснул. И непосредственно на сегодняшний момент позвонили по нескольким объявлениям. За лобовым стеклом озвучили прайс в 9600 белорусских рублей. Я после этой цены чуть-чуть уже посидел и нашел альтернативный вариант порядка 900 евро с доставкой и установкой. Автомобиль, как вы видели, у нас уже завелся, это не может не радовать. Ну и я боюсь, чтобы там по пневме не было никаких дополнительных вопросов, потому что она раком-граком ехала к нам в контейнере. И могу еще попасть примерно на полторы-две тысячи долларов на пневмобаллоны, либо на просто их обслуживание. Но это мы узнаем чуть позже. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этим же вечером забрали с одного из столов, привезли во второе стол, куча скидываем, будет дефектовка, и дядя Руслан нам скажет, насколько все плохо, либо насколько все хорошо, и насколько быстро он сможет сделать эту машину. И напомню вам, в моих планах вас отдаем на наступление полностью за 30 дней. Ну что ты мне тут скажешь? А запись идет? Запись идет. Все под запись. Вот этот момент надо в черно-белом сделать. Визуально отсюда нифига не видно, да, наверно? Видно вот отсюда. Так, этот цилиндр, да, он у нас приняет лонжерон, но у нас их сильно заляло. Ну, здесь придется... Здесь быстро не получится, как мы хотели. Здесь, скорее всего, будет съем полностью кассеты и, может быть, даже съем мотора. Дождак? Да. А мы можем снять и кассету, и мотор, и быстро? Мы можем. Я думаю, что в понедельник мы с ним разберем все. Давай так, я все разбираю до мотора, смотрю, надо ли вообще снимать мотор. Окей. Если надо, то мы снимаем мотор. Ну, визуально прям такого жопошного и критично страшного. Нет, вообще. Супер. Момент. Просто, скажу честно, лонжерон свое отработал. Просто он сложился по тем местам, по которым его заводом создало складываться при ударе. Вот так. Смотри, мне в контейнере трохи... Кассета там полностью вся эта есть, слышишь, Радик? Здесь тоже лонжерон замялся. Левый. Так, тоже вниз. Это будет видно все... Подтянется, сделается. Я думаю, да. Вот это без покрасок. Смотри, тут видишь такие неприятные очень моменты. Да. Уберется? Да, уберется без покрасок. Итак, краткий вывод. Капот под замену. Баймпер, само собой, под замену. Две фары новые купленные также под замену. Лонжероны, скорее всего, чуть-чуть у нас пошли по сторонам. Это посмотрите. Есть следующие вопросы. По крылу тут есть спички вмятины. Его будут вытягивать наши оригинальные, оставлять. Далее. Есть вопросы с радаром непосредственно. Не буду вас углублять в подробности. Завтра мы приедем в световой день. Посмотрим, что у нас есть в наличии от науската, который куплен был в Китае. Насколько там все будет дальше, с ним круто или не круто. И от этого будем дальше отталкиваться. Дальше. Вот эти все фундера, боковые молдинги, которые на крыльях, на дверях, они будут меняться и красятся в цвет кузова. Лобовое стекло пойдет под замену непосредственно. Салон, как вы уже видели, его полностью весь раздербанили. Ну, собственно говоря, все. Ничего криминального страшного нет. Единственное из нюансов, что может возникнуть, это если лонжерона довольно-таки сильно повело. Но я для этого, так сказать, ничего страшного не считаю в этом. Для кого-то это все критично нет. Возможно, двигатель придется доставать и подтягивать полноценно, чтобы чётенько выводом на геометрии машина выглядела. Ну и завтра с самого утра сюда приезжаем. Уже машину, так сказать, финишную дефектуют. Достанут отсюда по мордашке, посмотрим, что с ней. Мы разберем наш китайский ноускант, что там с ним пришло, что не пришло. От этого составим финишный, так сказать, список запчастей. Дозакажем и приступим сразу к работе. Так что вот так. Ну все. Мордочку чуть-чуть разобрали. Что у нас теперь? Вау. Вау. Что у нас теперь тут по итогу? Ну, сейчас позову, так сказать, мастера, он мне более детально расскажет. Визуально лонжерончик чуть-чуть пошёл по бороде. Боюсь, чтобы подрамник нам не сказал до свидания. По всему остальному я тут ничего критичного и страшного не вижу. От слова вообще и совсем. Так, тут даже этот ради, который мелкий идёт на охлаждение, целенький. По лонжерончикам ещё раз тут. Ну, блин. Возможно, чуть-чуть они пошли по бороде. Визуально дюбки. Чтобы в Таталово они были завёрнуты в узел, такого точно нету. Обрадуешь или огорчишь? Сейчас, минуточку. Да, мы задаем. Есть неприятный момент, что касается ещё подрамника. Вот, как я и говорил, главное, чтобы подрамник мне досталось. И вот есть неприятный момент. Один интересно заглянуть, сколько подрамник стоит на неё. Заранее подрамник на Мазерате Леванте в Беларуси на трёхлитровый бензин. Ну, рассказывай. Я уже подрамники смотрю на всякий случай. Ты рассказывай, насколько тут всё плохо. Вот, видишь, стадочка у нас здесь сложилась за вот этим. До неё, с сожалению, надо долезть. Мотор надо будет снимать. Окей. Снимаем мотор и будем мерить уже подрамник, что с ним будет. Вот, если что, подрамник мы можем пробовать, если он металлический. Я вижу, что он металлический. Можем пробовать его спасти. Да, немножко диагональ ему выставить. Такого плана. Как бы всё. Единственное, что на нашей треугольнике добавило чуть-чуть проблем, это подрамник. В остальном, типа, всё без криминала плюс-минус. Да. Итак, подводя некий итог дефектовки. Ничего криминального страшного не выскочило. Двигатель всё-таки подтверждается, что надо будет скидывать. Но, опять же, будет быстрее восстановление. Через день, то есть послезавтра, уже двигатель будут скидывать. Да вообще, пока всё идёт по плану. Ориентировочно, я думаю, две недели плюс-минус она уже будет открашиваться точно. Ну и дальше, как финишно, как мы говорили, за 30 дней полностью сделать машину. И на ней уже, мэм, уже за лобовое стекло внесли задаток предоплату. Потому что под заказ 14 дней он будет до нас сюда плыть, ехать предварительно. Что мы ещё на неё заказали? Наверное, больше ничего и не заказывали, кроме лобового стекла и резины на круг. Кстати, хорошее колесо стоит 1 800 белорусских рублей. Это очень дорого. Нашли альтернативные варианты. Скорее всего, поставим на зиму сразу китайскую покрышку, резину, 4 колеса сразу. Ну и дальше уже расскажем вам, во сколько это всё удовольствие нам обойдётся. На сегодня это конец серии. Думаю, всё, что вы увидели, у вас уже есть какая-то в голове картинка. Забрали с таможней, пригнали, сделали безопасность. Подушки начали уже восстанавливать. Разобрали мордашку, двигатель дальше снимется. И через 2 недели вы уже увидите кадр. Либо она стоит открашена, либо у нас возникли какие-то форс-мажорные обстоятельства. И машина до сих пор ещё стоит вот в таком полуподвешенном состоянии. И с ней глобально ничего не произошло. С вами была компания Ваплкарс. Подписывайтесь на наш канал, чтобы обязательно не пропустить новые ролики. А ещё мы есть в инстаграме. Ну и ещё раз повторюсь, с вами был любимый Ваплкарс. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok